Мы будем потихонечку строить эти самые функции Функцию за функцией, функцию за функцией То есть сначала, естественно, начинаем так Поскольку среди наших вот этих вот реакций есть какая-то функция, которая в нуле Когда вместо всех переменных подставишь ноль, равна не нулю, а единице То мы такую функцию и напишем Вот пусть есть какая-то функция, пусть ерунда Пусть ерунда, пусть ерунда f1 обладает тем свойством, что когда вместо всех переменных пишешь нули То значение у нее единицы Отлично! Давайте тогда подумаем, что такое f1 от всех единиц Кто его знает? Есть два варианта Либо это ноль, либо это единица Давайте сначала посмотрим на первый вариант В таком случае это f-ка Когда вместо всех переменных пишешь одну и ту же куб в x Это будет просто-напросто отрицание x, то есть x плюс 1 Инвертор 0 заменяем на единицу, а единицу заменяем на 0 Если же здесь единица, то это будет просто-напросто константа 1 Мы доказали, что через f выражается или функция x плюс 1 или функция 1 Мы не знаем какая, но одна из них точно обязана выражаться Александр Ильич, а x плюс 1 плюс робот в кружочке? Пожалуйста, пожалуйста, в кружочке, конечно, конечно Нет, ребят, такого типа кисти будут берите Конечно Сколько f условия? Множество f не содержится в классе t1 Но там есть какая-то функция, которая обладает тем свойством, что во всех единицах она принимает какое значение? 0 Дальше есть два варианта Либо эта функция во всех нулях принимает значение 1 или она принимает там значение 0 Опять-таки, если вместо поставить не число, а букву То вы получаете, что f2, x, x, x и так далее Это или x плюс 1 или 0 Смотрите, господа В одном случае у нас есть инвертор В одном случае у нас есть инвертор В другом случае у нас есть константа 0, а здесь есть константа 1 Значит, с этого момента доказательство теоремы должно пойти по 2 веткам Одна ветка такая У нас есть функция, то есть, правильно равная 0 Есть функция, то есть, равная 0 Это одна редкая рассуждение Другая редкая рассуждение У нас есть функция, равная x плюс 1 То есть у нас есть уверенность. Заметьте, пожалуйста, мы уже полностью использовали информацию о том, что множество f не содержится в t0 и множество f не содержится в t1. Давайте сейчас, например, рассматривать первый из этих случаев. Пусть у нас есть функция тождественно равная единице. У нас есть функция тождественно равная 0. Давайте сейчас еще какую-нибудь функцию придумываем, создаем. Для этого мы должны пользоваться тем, что f не содержится в этих классах. Я предлагаю воспользоваться тем, что f не монотонная функция. Давайте поймем, что значит не монотонная. Это значит, есть два набора из нулей и единиц. Давайте выписываем, что такое не монотонная. Это значит, что она приняла значение, где-то приняла значение ноли, где-то приняла значение единичка. И при этом набор, вот здесь вот перемен неизвестный, ф третья. Набор этих неизвестных больше не равен, чем набор этих. Давайте поймем, что такое один набор больше не равен. Ну, это значит, что где-то здесь есть нулики и поднимем нулики. Совершенно нормально. Где-то единички и поднимем единички. Это тоже нормально. А вот что значит, что этот набор больше не равен. Что под какой-то там единичкой что обязательно стоит? Ноль. То есть ситуация такая. Под некоторыми ноликами – ноликами. Под некоторыми единичками – единички, пожалуйста. Знаете, может быть, есть, может быть, нет. Но под одной или большей единичкой стоит ноль. Тогда вот этот вот набор и больше этого, а значение наоборот. Функция не монотонная. При этом заметьте, пожалуйста, у нас есть постоянная ноль и у нас есть постоянная функция единица. Вопрос. Как мы сейчас легко и просто получим инвектор? Ответ очень хороший. Мы рассматриваем такую функцию. Там, где были нолики, мы пишем ту самую функцию ноль. Там, где были один ноль, пишем x. Там, где были единички, пишем нашу постоянную функцию 1. Ребята, это получился в точности инвектора. Пожалуйста, подумайте, потому что это очень просто. Что у нас здесь произошло? Я просто вспомнил определение монотонности функции. Монотонная, это значит, что, или не монотонная, что где-то есть противоречие с определением. То есть где-то есть такие два набора ноликов и единиц, что один больше или равен другому, а при этом здесь значение 0 и здесь значение 1. И умно подставил. Там, где здесь нуля, я подставил x. Там, где здесь нуля, здесь нуля, я оставил нули. У меня же есть от функции нулевая. И там, где единица, я подставил единицу. Получилось, что от единиц значение 0, а от нуля значение 0. То есть, если есть 0 и 1, и есть не монотонная функция, то в таком случае и инвертор тоже есть. Отлично. Теперь давайте смотреть. Пусть у нас есть инвертор. Давайте поймем, почему в таком случае обязательно найдется функция, которая тождественно равна единице. Наверное, лучше всего сейчас воспользоваться вот этим условием. Среди наших функций есть функция, которая не является самотвойственной. Подумаем. Опять-таки вспомним определение, что значит несамотвойственная функция. Я описал определение самотвойственности, оно звучало так. Если вы берете какую-то функцию на каком-то наборе нулей и единиц, ну скажем так, несколько нулей, там что-то такое, и потом несколько единиц. Так, ребята, я вот считаю, что мне в среди значений сначала нулей, потом единиц, чтобы не было ничего, да? Вот, и есть некое значение, да? Но когда вы берете значение этой функции, меняя нулей на единицы, а единицы на нулей, то что для самотвойственной функции должно произойти? Здесь должно поменяться, правильно? То есть, если здесь был ноль, здесь должна быть единица, а если здесь была единица, то здесь должен быть ноль, правильно? Это принцип самотвойственности. Если у самотвойственной функции, если поменяешься не единицам аргументов, то и значения тоже поменяются. Замечательно, что вы не самотвойственные. А не в самотвойственных, это значит, что или здесь оба значения нули, или оба значения единиц. Ну, кстати, поскольку у нас уже его вектор есть, то это на самом деле без разницы. Давайте для определенности пусть у нас оба значения нужны. Так вот, ребята, по-моему, сейчас абсолютно понятно, что нужно сделать. Нужно рассмотреть функцию f4. Так, мне просто некуда здесь спускаться, поэтому давайте я сделаю так. Я напишу строчку, которую надо бы поднимать, надо будет, хорошо? Итак, надо рассмотреть функцию f4, определить ее в следующем образе. Здесь, где были нули, написать везде x, где были единицы, везде написать x плюс 1. У меня же у вектор есть? x плюс 1, x плюс 1. Почему это хорошо? Если вы подставите вместо x 0, то фактически будет вот эта ситуация, и вы получите 0. Если вы получите, подставите вместо x единицу, фактически будет вот эта ситуация, и вы опять получите 0. Таким образом мы получили функцию от x, которая тождественно равна 1. Ну, инвертор есть, приоритировали, получили функцию, которая тождественно равна 1. Таким образом обе ветви нашего доказательства сошлись. И мы доказали, что на самом деле не то, что в одном случае у нас есть 0.1, а в другом случае инвертор. Нет. И в этом случае мы получили, что есть инвертор, и в этом случае мы получили, что есть 0.1. То есть мы уже работаем сейчас в ситуации, когда функция тождественно равна 0, мы знаем, что у нас есть. Функция тождественно равна 1 у нас есть. И инвертор функции, то есть x плюс 1, по-моему, 2 у нас тоже есть. И при этом, заметьте, мы уже пользовались вот этими четырьмя классами. Нет, четырьмя классами. S, M, T0, T1. Остался на самом деле последний удар. Поэтому мы сейчас заметим, что по условию есть не только линейная функция. Поэтому мы возьмем нелинейную функцию. Ну, нелинейная функция это вообще-то какой-то многочлен Жигалкина, в котором после появления всех-всех-всех подобных все равно остались не только первые степени и не только нулевая степень. А есть какое-то произведение. Отлично. И пусть какие-нибудь две буквы в этом многочлене у нас встречаются в виде произведения. Отлично. Пишем. Функция от x, y и еще чего-то выглядит следующим образом. Там есть произведение x, y. x, y на какой-то там многочлен от z, не нулевой, на какой-то многочлен, плюс x на какой-то там другой многочлен, может, уже может быть нулевой, y на еще многочлен и еще какой-то многочлен от z. На самом деле, эти цены не волнуют. На самом деле, вот, смотрите, вот, а, шею, м, к чему они равны. Важно, что этот многочлен не нулевой. Как я сегодня объяснял, существует... Поэтому то, что он не нулевой, означает, что вместо z можно подставить такие значения, а значения мы уже брать, потому что функция, так если она равна нулю, так если она равна ниц, у нас здесь есть. Можно такое подставить, чтобы вот эта штука стала равна единице. Так и подставим. Куда-то вместо z 0, туда-то 1, как надо подставить, чтобы это оказалось ровно единицей. И при этих значениях, после подставки, мы уже получаем какую-то функцию. Давайте я вот отдачу фи от x, y. Вот при этих, вот точите, xz от x, y. Которая выглядит в следующем образом. Это x, y. А дальше. То ли есть, то ли нет. x, это в зависимости от того, вот это вообще правильный, или при этих z или неравильный. То ли есть, то ли нет, y. И то ли есть, то ли нет, число. Ребята, то ли есть, то ли нет единичка, при помощи инвертора легко лечится. Поэтому фактически у нас остались какие-то варианты. Либо у нас есть просто x, y, либо x, y плюс x, либо x, y плюс y, либо x, y плюс y плюс x. На самом деле, это все по сути одно и то же. Почему? Да потому что, что такое x, y плюс x? Это же абсолютно то же самое, что x умножить на y плюс 1. А у нас есть инвертор. Мы можем вместо y подставить y плюс 1. И получится, что это просто x. Здесь, это y умножить на x плюс 1. Здесь, ну здесь сложнее, но тоже дело нехитрое. Это x плюс 1. Поле мы сейчас опять скажем, что везде кружочки забывают. Когда это здесь, везде, надо писать кружочки. Это самое главное. Кружочек, я так говорю, это... И вот так было. Да, 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 это все. Кружочек, кружочек, кружочек. И здесь. Ладно, но если по делу, то это x плюс 1 надо умножить на y плюс 1 и прибавить эту единичку. А у нас все эти инвертора есть. Значит, на самом деле, в любом случае, получается это самое x, y. x, y это вообще-то конъюнкция. Ну а еще, если x, y есть, то x, y плюс x плюс x плюс y тоже есть. А это дизюнкция. А если у нас есть и конъюнкция, и дизюнкция, и отрицание, то по дизюнктивной нормальной форме есть все. Мы действительно доказали теорему посту. Получились выражения...